Привет, дружище! Усаживайся поудобнее, а пока ты усаживаешься поудобнее, наливаешь себе что-нибудь попить, накладываешь себе что-нибудь поесть и ставишь свой большущий княжеский лайк. Хотелось бы поблагодарить гильдию Голдград за поддержку и прорекламировать её. Принимаются игроки туда от 300 тысяч силы. Вход в гильдию, номерочки все указаны, да, можно написать в WhatsAppчик и вступить в гильдию, и всё, у вас будет хорошо. Хорошо дружный коллектив, и мест ещё очень много, ребятушки, так что вступаем. Сейчас у нас будет обзор, недообзор, тест, недотест, не знаю как это назвать, новой героиней, которая несомненно выглядит очень классно. Как вы знаете, нам добавили двух героев, совсем недавно. И да, если ждал моего великолепного, неподкупного, невероятного, ошеломительного, беспринципного, честного, всё это вместе, да. Как бы описание, да, моего мнения, вот, это всё вместе беспринципное и, ладно, короче, вот, без принципов и неподкупное. Вот, сами решайте, что вам ближе не суть. Короче, если ждали моё мнение, ставьте лайк. Героиня, ой, героиня, где же ты где? Ну, вот, лопушка, хилолопушка, вот у нас пепельная матрона. Во-первых, сразу хочу сказать большое спасибо подписчику, игроку под ником Вишни, уже давно он мне мог предоставить аккаунт, но всё никак не мог добраться. Вот за то, что предоставил, спасибо. Далее, обзор у нас, как вы понимаете, он такой, знаете, народный, потому что у нас прокачка народная, потому что аккаунт у нас почти бездонатный, вот так вот. Вот, выскажу своё мнение, поиграю в первый раз с этим героем, я вот специально перед видео ничего с ней не делал, ничего по поводу неё не знаю, как бы, ну, какие-то, конечно, мнения по поводу неё у меня сформированы ещё тогда, когда я делал обзор на обновление на русском сервере, когда читал её умения, и, как бы, моё мнение, скажем так. Ну, я не самым позитивным образом настроен по отношению к этому герою. Конечно, она выглядит великолепно, мне нравится, как она выглядит, посмотрим, как она сейчас в бою на карте будет выглядеть, но сразу предупрежу, что я уже на неё буду, наверное, субъективно смотреть. Вот, так, дальше, ну, что ещё вам сказать? Да ничего, знакомство с новым героем, вроде она стоит тут где-то, да, по поводу умения, как бы, да и понятно, в принципе, потому что, ну, выпускают снова два героя, значит, один герой ещё более-менее, или имба, а второй герой, который бесплатный, будет чисто... О, звук получился для коллекции. Ну, возможно, конечно, разработчики поломают мои ожидания, но не суть. Наносят в общей сложности 1780% урона от атаки максимум 10 вражеским юнитам, впереди по прямой линии, кулдаун 3 секунды. Этот герой имеет базовый 10% шанс крит-удара, ну, как бы, когда герой выполняет обычную атаку на 4 секунды, его крит... Я сегодня рано встал, ребят, спать хочу, но когда я читаю, вот, описание умений последних добавленных героев в битву замков, мне ещё спать сильнее хочется. Ну, вот, когда герой выполняет обычную атаку на 4 секунды, его крит-урон повышается в полтора раза, и он получает иммунитет к оглушению. Ну, как бы, мне уже захотелось выпить, но пить, к сожалению, нечего. Около мусорника валяются пустые бутылки, точнее, не бутылки, а банки от пива. Но, читая эту херь, уже хотелось бы, знаешь, ну, ты понимаешь, о чём я, да? Критические удары от атак и навыка героя уменьшают получаемый им урон на 70% в течение следующих 4 секунды. Восстанавливают здоровье на 45% и энергию на 60%. Базовый крит-урон равен полторы... ну, полтора обычного урона. Короче, просто читая описание умений этого героя, вам нужно что делать с этим героем. Собирать его таким образом, чтобы у него был крит-удар, крит-урон, потому что от этого зависит количество урона в общем, которое он будет выносить. То есть, как бы, этот герой заточен под это всё действие. Конечно, мне было бы интересно посмотреть на этого героя, который собран пипец как правильно, касаемо таланта, касаемо там созвездий, да? Не забываем про суперпитомцев, да? То, что вы там тоже можете взять, наролить какой-то крит-урон созвездиями, всунуть герою созвездиями, крит-урон всунуть, там, не знаю, суперсилу или какая там чара за крит-урон отвечает. Как бы, может вообще там в совокупности нафигачить крит-уроны этому герою, и тогда он, наверное, будет таким, ну, это будет самой правильной прокачкой, да, ребята? Крит-у-рон. Но это не означает, что этот герой будет эффективным, даже при эффективной прокачке. Ладно, не суть, ну вот, ну шо, погнали, так, руны, ну я вот так вот поставил, чисто, just for fun, всё равно герой... А, стой, подожди, бля, а чё это я поставил? Священный огонь, священный огонь, я ж хотел порочный пакт поставить, шо у меня тут делает? О, снова в комментариях засрут. Ха-ха-ха, ну бас, ну басяцки, да, я по поводу сборки не парюсь, какой-то суперпитомец сунут, хозяин поставил священный огонь, окей, ну, помощь пророков, о боже, я не знаю, шо это здесь делает, да, я говорю, у нас сегодня такой народный, народный обзор, потому что большинство аккаунтов, на большинстве аккаунтов герои именно так собираются. Судьба, кстати, ничего. И пятнадцатый прорыв, реально такой, ну, то есть на бездонатном аккаунте, короче, можно так этого героя собрать, и я так понимаю, она стоит на базе или не стоит? Да, она стоит на базе, ясно. Ну, выглядит она, конечно, очень круто, она такая прям цаточка, цаточка. Так, давай, выпускаем. Ну, слушай, она, она не умерла в первые секунды. Это, это уже круто. Это уже круто. Принято, подожди, мне одному показалось, я не знаю, напишите в комментариях, ну, то есть я знал, что у нее линейная атака, да, как, к примеру, там, то ли у королевы Оз, то у Свалена была, вот не помню, у королевы Оз была или нет. Ну, мне одному сейчас показалось, что она смотрела в одну сторону, а пизданула вправо. Что это за хуйня? Извиняйся. Ех, 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 я что-то я не могу, или у меня уже глюч, это, не знаю, спать хочется или что. Вот, но что-то я, я что-то не могу, я не могу сдержать мат, ребята, подождите. Так, вот сейчас смотрим, куда она смотрит. Нет, она никуда не смотрит, потому что получила пизды. Так, ребята, это бесплатный герой, да? Ой, подождите, ну, еще раз говорю, да, она неправильно собрана, самая, наверное, эффективная сборка, это вот, если она вам попала в руки, и вы хотите с ней поугарать, то есть затестить ее по полной программе, не знаю, просто угорайте, и все в крит урон, все в шанс крит удара, да, то есть ни в чем себе не отказывайте. То есть она и от количества крита будет больше хилиться, больше урона наносить, буду это повторять часто. Мне подожди, у нее... А, она имеет иммунитет к оглушению, ясно. Я просто что-то помнил, что у нее был почему-то иммунитет, потом забыл. То есть ни бафа, ни дебафа, просто иммунитет к оглушению. Ну, теоретически ее, типа, не должны станеть. Ну, как бы, знаете, а есть же всякие окаменения, есть всякие станы, там же эти больные головы девелоперов AGG, они что-то, напридумывали? Ну, как бы мы можем понимать, что набора энергии у нее нет. Вот, слушай, ай, ах ты ж душ. О, не, ну сейчас ровненько ударила. И то, а что она ударила? То есть, подожди. Ну, сейчас она ровно ударила. Да, у нее линейная атака. И у нее, понимаешь... Я немножко не понял прикола. Может быть, это глючит или баг, или что? А давайте я скажу слово баг. Снимайте на меня разоблачение полностью. Мне так похуй. Нет, ну, как бы, ну это ж реально залупа. Ну, реальная залупа. Просто обратите внимание. Ну, у нее... Она красивая, она прикольная. Она мне нравится. Мне нравится, как выглядит это умение. Даже несмотря на то, что оно, по сути, бесполезно. Даже закрыть глаза на то... Вот мне сейчас тоже показалось, как будто она из жопы выпустила свою херню. Ну, то есть, смотрела в одну сторону, пустила в другую. Это вообще как работает. То есть, короче, я все опускаю. Да, то есть, окей. Заря, она даже может там, если какие-то криты есть, она может даже и будет держать удар. То есть, как бы, вот, хотелось бы, да, на топовую сборку посмотреть. Да, ну, как бы, ладно. Не суть. Я не думаю, что она будет супер-супер от этого героя. Ну, героем. Но, блядь, посмотрите, как классно выглядит ее умение, когда она включает и выпускает эту линию. Посмотри, вот сейчас она выпустила. Сейчас она выпустила прикольно. Но вот сейчас, ну, как бы, в другие моменты, когда она опускает свое умение... Вот как, вот как это произошло? Она выпустила линию, но только два колышка покоцала, или что? Что, я с этого героя охереваю. Честно, как бы... Вообще, нахера его придумали, нахер? Ну, реально, ну, типа, сделан на отъебись. Ну, как бы, я по-другому объяснить это не могу. То есть, как бы, вроде это все выглядит шикарно, но при этом хули толку. То есть, ну, она включает умение, выпускает свою линию, да? Но сколько раз я уже тут 90% случаев наблюдал. Вот она выпустила линию и зацепила, сука, только двух солдат. Ни здания, ничего. Вы посмотрите, как это круто выглядит. Но при этом она ничего не цепляет. Если разработчики, как бы, сделали такую механику реальную, то есть, это реально ее механика, то, что офигеть, как это все красиво выглядит, но она ни хера не цепляет, то они долбоебы. Вот сейчас цепляет. А бывает не цепляет. Если это баг, то я еще понимаю, это простительно. Ну, конечно, это не баг. Мне кажется, они ее так и сделали. Но как это работает? Почему она один раз выпускает линию на здание, то есть, здание рушится, а другой раз, причем в большинстве случаев, вообще ничего не происходит, она выпускает линию в толпу солдат, и от этого, и от этого, извини меня, умирает только один солдат. Это все выглядит очень грозно, это все выглядит очень опасно. Куда пойдем? Ну, как обычно, в нашу любимую жестокую подземку. Знаешь, типа, невероятно опасно, но по факту... Бл***, что я делаю? По факту бесполезная, бесполезная залупень. Ну вот. То есть, это одно и то же, что у тебя, к примеру, 30-сантиметровый хуй, но, как бы, он не встает. Вот абсолютно такая же ситуация с этой героиней. У нее какая-то невероятная херня. Линия правосудия. Она как долбит, так долбит. Она должна, по идее, выдавать там прям умопомрачительный урон. Ну, а хер ли толку? Я как бы вообще... Что сейчас? То есть, она дала линию, да? Один колышек заборчика сломался. Вот сейчас она дала линию, да? То есть, здание сломалось, ратуша осталась. И, то есть, она даже не покоцала ратушу. Мы не видим уровня хп ратуши. Вот сейчас она долбанула правее от ратуши, ратуша разбилась. Как это работает? Где это можно будет использовать? То есть, типа, пвп-локации, ну, знаешь, с таким успехом, как бы, и в пвп-локациях она нахер не нужна. То есть, извини, когда у тебя, возможно, она за бой где-нибудь, там, не знаю, ну, даже не пвп, а за предели или атака фартов. За бой она, как бы, в лучшем случае, включит свое умение один раз, потому что ее просто садомируют. Ну, посмотрите, какая она сексуальная. Ну, ее там просто мастер рун какой-нибудь, не знаю. Вот так вот, джах ее по полной программе. Ее садомируют. В лучшем случае она включится один раз. И то, скорее всего, если вы поставите на нее реанимацию. Но при этом она в 70% случаев просто возьмет и, сука, не попадет по целям. То есть, она напрямую долбанет по героям, но она, как бы, по ним ни хера не попадет. И что это такое? Я не знаю, где ее тестить. Ну, как бы, я просто не понимаю, как это работает. Ну, херь залупная. То есть, ну, как бы, я вообще против вот этих вот героев, когда разработчики делают, что они там выпускают линию. Я там понимаю, если бы эта линия была там 5 клеток шириной, да, что-то там фигак и такую линию на карте прорубил. Я это еще понял бы. Но вот тут все это выглядит невероятно красиво. Толку от этого невероятно мало. Потому что иногда она цепляет что-то, иногда нет. Где? Я такой думал, ну, как бы, знаете, это стандартная херня обзора героев. Я такой героя посмотрел. Он мне не особо понравился. Я такой, ну, хер знает, где его использовать. Ну, наверное, на PvP пригодится. Вот что-то я сомневаюсь, что на PvP пригодится. Где у нас еще PvP-локация живая осталась? Забытая битва, до свидания. Королевская битва тоже на болте своем вертел. Ну, тогда арена. Ну, как бы, ну, хотя для большинства арена тоже, как бы, до свидания. Ну, давай создадим команду. Вот, просто ее одну поставим. Чтобы наверняка, ну, посмотрим. То есть, ну, арена, это самая благоприятная для нее ситуация. Здесь линия, она выпускает линии. Должно быть все хорошо. Ну, да, ей молчанку кинули. Блядь, ты куда? Ты тупая пизда. Ты куда свою линию выпустила? У тебя, блядь, Фобос впереди стоит. Вы, вы видите, такая... Блядь, смотрю сюда, ебану туда. Охуенно, блядь. Просто лайк. Хе-хе-хе. Вот, вот тут все, всю толпу ебаж. Не, ну, тут вроде ушатало, да? Вроде бы цепляет. Не, мне очень хотелось бы... Вот, если бы у меня было самоцветов много, если бы я ее выбил, да, я бы ее собрал бы, там, крит-удар, крит-удар, шанс крит-удара, то есть, ну, как бы она и хилится от этого будет и так далее. Было бы на нее посмотреть интересно, но я думаю, что даже при невероятно дорогой, в плане созвездий, созвездий правильной сборки, ну, типа, как бы, если ты встретишься более-менее в сильной пачке, ну, у нее, то есть, ей можно кинуть молчанку, да, то есть, все, у нее нету иммунитета. Ей накинули молчанку, и до свидания. У нее там ограничения урона никакого нету, ну, хотя, да, с крит-ударом она там, может, что-то будет держать. Не знаю, как вообще ее... Ой, парень собрал с созвездиями-то, а? Ну, то есть, как бы... Ну, это просто герой. Да, там, типа, для коллекции, я даже не знаю, на яйце я ее бы прокачивал бы или нет. Я бы, наверное, лучше Анубиса прокачал. Ну, как бы, ладно, тут созвездий вообще нету. Нет, но, с одной стороны, мне пипец, как интересно посмотреть на нее, если она была бы правильно собрана, полностью, полный крит-удар, и вот эта вот вся залупа, вот там топовые созвездия, топовый питомец, ну, то есть, питомец, у которого будет крит-наролин, да? Мне бы было классно посмотреть, ну, интересно посмотреть, что бы она вообще из себя представляла. Да, и я более чем уверен, она будет выдавать, если попадет невероятнейший урон, да, читаем ее умение, она будет, ну, что-то она будет иногда радоваться, да, но это будет из серии, что, типа, раз в год и палка стреляет, потому что, ну, у нее нету иммунитетов нормальных, типа, окаменения, еб твою, если бы она была, если бы у нее был иммунитет от всех станов, ну, еще куда не шло, окаменение, да пошла ты в пень со своим окаменением. Бафов никаких, ну, типа, бафа такого, что, ну, да, вот крит-ударом она себе там бафает, типа, дебафов тоже, вообще, по сути, просто, никаких дебафов у нее нету. Просто она наносит урон, по сути, да? И причем она наносит супер урон. Хорошо, вопрос, ты ее прокачал, короче, там, на макс урон, на макс крит, вот это вот все, как мы любим, короче, вложил в нее денег, такой, думаю, ух, сейчас я сделаю имбу, да, ну, окей, она там может выдать, там, просто дохрена нулей урона, но при этом сразу, не знаю, откинется об отражение, то есть, а если учесть, если учесть тот факт, ребята, что, сейчас огромнейшее количество, огромнейшее количество ребят бегают с огненной защитой, это сейчас прям, знаете, супертрендовый талант для большинства героев, огненная защита, то, как бы, она будет откисать об отражение, ну, то есть, тогда ей уже нужно ставить проклятый доспех, ну, как бы, ты, ты тогда, как бы, уже, ты тогда уже, как бы, ее полностью накрыто не собираешь, ну, хер его знает, блядь, я не понимаю, нахера выпускать очередного героя, который линией херачит, почему нельзя, как раньше, старые добрые времена, Влад Дракула, там, вокруг себя, не надо обязательно делать зону покрытия, как у Феникса, там, на полкарта, но сделайте вы там небольшой кружок вокруг нее, и это было бы уже намного, сука, прикольней и интересней, даже там на тех же волнах, я не знаю, это было бы классно, это было бы играбельно, но вот эта вот залупа с этими прямыми линиями, это ни хера не играбельно, ну, даже свален, да, там, он пускает в четыре стороны, ну, как бы, и у него там нормально все это цепляет, здесь же тебя пускает в одну сторону, выглядит офигенно, никого не цепляет, а может быть, раз в экстаз цепанет сразу там в линию шестерых героев, непонятная залупа, если вы ее выбили, радуйтесь, используйте ее для судьбы коллекции, если вы ее не выбили, ну, и хер на нее, вот, как бы так вот, я вам пожелаю огромнейшей удачи, как обычно нам бездонатного героя выпустили с запахом легкого поноса, если кто-то выбил нового героя механоид альфа, пожалуйста, дайте мне на мой невероятно информативный тест-обзор, я посмотрю на него, познакомлюсь, вот, специально никакую инфу не ищу, пожелаю вам огромнейшей удачи, не забываем мыть руки, поменьше выходим из дома, злой дядька там гуляет, этот вирус не вирус, вот, будьте осторожны, друзья, и оставайтесь на позитиве, всем пока, вот, и давайте ставим лайки и пишем в комментарии добрые слова в сторону ютуба, чтобы он ни в коем случае за тот мат, который я сегодня использовал, не отключал монетизацию, иначе я свои 2 евро не заработаю, чао. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok